Да это русский мир пришел-то, русский мир. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины. Спросите вы у тех ребят, которые вот там вот под могилами лежат, и которые три мины прилетели оттуда, вот спросите у них. Как в Заневске живется? Очень прекрасно. Русский мир пришел в своей красе и разнообразии. Пустые прилавки, сцены бешеные. Работы нет, ничего не работает. А вы сюда приезжаете? Ну это вот мой родился, вырос. Страшно ездить туда-сюда? А что ездить сейчас не страшно? Сейчас ездить, я страшно. А почему страшно ездить? Почему не стреляют? Ну как это не стреляют? Послушайте, стреляют, вот здесь вечером начинают стрелять, вон там Авдеевку стреляют, в Авдеевке стреляют. Скажите, а вот город Донецк обстреливают? Кто обстреливает? Они же обстреливают, ДНРовцы обстреливают. И вы это видите? Люди, нормальные люди это понимают. Латники это не понимают. Те, которые хотели союза, знаете, как многие хотели союза. Вот в этом доме в 45-м году пришел мой дядя, с фронта пришел. И ночь переночевал и уехал в город Грозный. А конечно за землю воевали, а тебе неизвестно за что. За Украину мы воюем. За единую, неделимую и целостную Украину. За землю воевали, правда? Да, да, воевали. А это непонятно за кого. Фашисты? Фашисты вот там. Перейдешь, Саша, в Снежное переедешь, вот там фашисты. И в 45-м году мой дядя пришел в фронт. И когда приехал в Грозный, когда в 91-м году там началось Грозный, 10 лет войны. Вот это пришел туда русский миф. И когда он говорит, раньше не было мобильных телефонов, он письмо прислал отцу. Отец переживал очень за него. Он и говорит, Леня, не верь русской, российской пропаганде, которая говорила, что самолетами не бомбили город Грозный. А не разбивая войну, но чтобы наши бомбили, такого я не встречал. А сейчас, говорит, мы с верой чисто случайно остались живы. Бомба разорвалась не в снаряд, а бомба. Авиационная бомба разорвалась возле дома. Мы чудом остались живы, что могли мы? Уехали. Вот и все. Вот это пришел русский мир. И в Чечне сейчас, я буквально неделю-две назад с племянником, с Москвой разговаривал. Он с Грозного, в 92-м году как уехал, он и говорит, что то, что было, поселки, которые щеленка одна осталась, никто там ничего не восстанавливает. Вот и вот и здесь тоже. А в Донецке ждут украинских? Знаете, я вам скажу честно, люди, нормальные люди, они давно ждут. Они ждали еще в сентябре, в августе ждали освобождение. В общем, потому что там, ну, как вам сказать, цены, во-первых, бешеные, очень бешеные цены. Во-первых, яркие примеры, или просто в школу якобы студенты, я просто не понимаю, как студенты сейчас там, некоторые ходят на занятия, что они получат, какие бумажки, где они будут с этими бумажками находиться, то ли Макеевка, Горловка, Донецк, и дальше никуда. Вот такой русский мир там.